Доброе утро! Сегодня такая прекрасная погодка, тихо, так прям как-то ровненько, спокойно, нежданно, негаданно, не собиралась я сегодня, мне нужно было в другой день ехать в город, но поеду сейчас, потому что завтра ребенку в военкомат, одному, 16 лет которому Аврааму, ну ходят они перед аркой в военкомат, а у него нет пользы, не осталось, потерял, наверное, ничего удивительного. С такой жизнью, с соревнованиями я уже некоторым делала новые свидетельства о рождении. То есть периодически делаю, ну пропадают, теряют, это вообще. Вот теперь полиса нет, все опускали, не знаю, как он будет в военкомат ходить. В военкомат-то, в принципе, сам полис не нужен, но они же и в больницу обходят. Так что зайду сегодня, закажу, не закажу, там, наверное, сразу дают полис, да? Я сделаю полис, потом справка тоже нужна о составе семьи. Вот везу документы, зайду, возьму, потому что ну его давать ему, потом оставься без документов на дом. Домовая книга, я имею в виду. И опять, опять эта тема. Сейчас везем с соревнования Абрама. А-а-а, ну, как они, наверное, они уезжали. Говорю, Абрам, бери носки чистые же, ну, мне еще запаснее. А у меня нет их. Вы представляете? Ладно, я тут уехал, приезжает Дэнни на выходные домой. Уже неделю утиса приезжает. Мама, дай мне носки. Что на него, смотри, и у тебя нету. Нету, и все они с такими глазками. У них нет носков. У них вообще нет носков. У них всегда нет носков. Бедные люди. А у нас всегда такое происходит. В нашей семье, по крайней мере. По крайней мере. У мужчин вообще такая проблема с носками всю жизнь. Вот они у них куда-то пропадают, куда-то деваются все время. Естественно, есть в каждой семье такой человек, который, по их мнению, отвечает за эти носки. Который бережет эти носки. Который хранит эти носки. И у которого обязательно должны быть вот эти мужские носки. Это я. Вот в нашей семье это я. Поэтому кому надо носки, вы думаете, что я собираю себе все ваши мужские эти носки. Да, я их ношу или что? Я их храню. Что вообще? У них нет. Понимаете? А мы же недавно, помните, остались вообще без носков. До такой степени, что поехали в город. Но были каникулы зимние. И Рафаэли одели разные, насобирали носки. Один такой, другой такой. Вот и поехали в таких носках. Потом я купила и Рафаэли. Естественно, полмишка там было. Ну, немного, но пары по две. И каждому большому ребятам купила тоже. Потому что, думаю, у них-то носки есть, ладно. Ну, так, запасные. Может, там какие выкинуть пора, не знаю, что. Ну, короче, ну, когда это было? О, это было в январе. Представляете, а сейчас уже февраль. Естественно, они столько, наверное, не живут. Они же пропадают, их ворует все время кто-то. И они у меня с такими глазами. Мама, дай носки. Носки у тебя. Да. Я говорю, вы понимаете, если бы они были бы положены в машинку, в стирку, я бы их постирала бы, высушила. Мама отдала бы. Но там же не было ничего. О, короче, ладно. И вот так вот всегда, и вот так всю жизнь. И зайду. Теперь деньги разные насобирали носки. Вот зайду в магазин, куплю мужских носков. Потому что беда с ними. Понимаете, женские вот носки, они все время на своем месте, и они как-то подольше живут. Но мужские, прям какая-то вообще такая ситуация с ними. Нездоровая. Их все время воруют. Потому что все. Нет, слава богу, у Рупаэль куча носков теперь. А у этих нет. Прям вот вообще. Вот одна пара, в которой они ходят, бедные. И больше нет вообще. Ой, лампу не хочется включать. Кстати, вот только сегодня буду пробовать мою тушеночку. Осталось две банки, я еще ни одну не ела. Отвозила туда, к бабушке, ребятам. Ммм, вот это класс. Кто смотрел, я ее делала по другому рецепту. Не по рецепту вообще я ее делала, а я делала, как мне хотелось. Как мне казалось вкусным. Это правда вкусно вообще. Потому что в прошлый раз я делала, я делала по классическому рецепту, по которому делают все люди тушенку. И она такая была, ну такая не очень какая-то. А вот это прям просто класс. Я делала так, как мне хотелось. И так, как я представляла, будет вкусно моей семье. Вообще супер. Очень, прям, ну очень. И сока жижечки подлила из баночки. Ой, прям очень вкусные. Конечно же, по сравнению с той. Очень вкусненько. Сейчас еще лучка надо сюда настрогать. И макароны. Макароны были вчерашние. Вчера достала эту банку, убрала. Убрала, передумала. Вертела, вертела эту банку. Ну вот что-то мне вчера не хотелось. И до этого не хотелось, представляете? А сегодня прям вот мне очень захотелось. И очень вкусно. Да. Вот это вещь. А не то, что по классическому, ну как по классическому, по ГОСТу, наверное, да? Как он рецепт называется? Ну, как у всех. Конечно же. Ой, очень даже с большим удовольствием я сейчас... Представляете, я... Когда я ее делала осенью, тушенку, я не помню. Я ждала того момента, когда я ее захочу, когда мне в охотку будет. Представляете, дождалась. Зато с каким удовольствием я теперь это поем. И сейчас, знаете, идут сборы везде. К 23 февраля нашим бойцам сходила в подвал, немножко собрала. Еще буду, естественно, собирать. Это перец острый. Прям совсем острый. Это опятки. Ну, видно помидорки. Лечо. Лечо. Варенье ежевичное. Так кто? А, варенье. Варенье яблочное. 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 Не орем? Не орем. Никто не орем. Сейчас, сейчас. Ты все съела? Да? Сейчас. Милая. Милая. Это же веревочки, да? Отцепи. Что же вы, мои веревочки? Давай покажу. Давай. А то, как не покажу, да? Ой, где ваша корова маленькая? Где у вас и корова? Да вот наша корова. Куда ж она денется? Ее уже слышно. Даже когда я ее не показываю. Да, да, отцепись. Даже как... Обсуняй его. Фу. Даже... Глянь. О, заживали. Вообще заживали со всех сторон. Даже когда я ее не показываю, а что-то снимаю в сарае, ее все равно слышно. Вот это вот, о-о-о, как паровоз ходит. Пахтит. Это она. Это не Милка. Это небольшая корова. Милка, она как-то так всегда стоит молча. Это вот это все время ходит, как паровоз. Да? Если не видно, то слышно. М? Корова. Здесь она куда денется? Если бы продала, так и сказала бы. Сказала бы заранее, что здесь скрывать или что-то там, да? Ничего здесь тайного. Люди хотят, покупают себе коров, да? Не хотят, продают потом коров, избавляются. Все это нормально. Вообще нужно периодически пересматривать свое хозяйство. Да, зачем оно? А нужно ли это все? А может быть, еще больше чего-то нужно, да? Вот. Так что тайно я бы этого не сделала. В смысле, не продала бы ее. Потому что, во-первых, мы не собираемся продавать. И это даже не во-первых. Во-первых, то, что тайны-то никакой нет. А во-вторых, не собираемся ее продавать. Как же. А семеняли-то хорошим там, таким красавцем. Таким уж. Ну, это я имею в виду папаня бык. Семя. А на-то, ну, вот теперь можем, ну, как бы с натяжкой. Ну, что она, чистопородная швид, все как положено. Если мамаша как бы, ну, я употребляю. Я же говорила, вы знаете. Вы знаете. Ну, не все знают. Мы ее покупали. Мы ее покупали, но там вообще словам нельзя было верить никаким этих хозяев, потому что такие люди за деньги что угодно. Ну, как бы она подходила под описание швидца. По виду, как бы она похожа на швидца. Да. Ну, в типе, в типе в этом швидцов. Вот. Ну, хотя очень похоже так же. И так же она меняла окрас, как вот. И это ее облизывает стоит. Это ее облизывает, а она не любит вообще. Она вот это вот общение, ей не нравится. А телочка-то, как мы оставили под коровой с рождения. Ну, как нам? Нам так ребята подпихнули ее, да? Я теперь вижу этот большой минус, естественно. С козлятами справишься? И то, с козлятами некоторые не могут справиться потом, если оставляют под матерями. А с теленком так нет. Она к ней так и лезет, так и лезет в эти дырки. Ну, дырок там снизу нет, а вот сверху есть небольшие. И она лезет к ней и станет ее, облизывает там по спине. Да вы, мне, естественно, она не дотянется. По спине ее облизывает, облизывает. А это прям бесится, ей не нравится. Она уже отвыкла, наверное, она уже все забыла. Материнские чувства у нее угасли. Ей уже не нужны никакие дети. Это брыкается там, долбит. Не хочет она с ней общаться. Вот. Да, Мил? Нервирует она тебя очень. Прям не... Вон, вон, сейчас пока переключилась. Укусить ее, да? Укусила все-таки. Это сует маленькая сюда морду, а это, видите, ее прям бьет. Не любит она это, да? Угу. Скажи, какие еще дети? Не знаем никаких детей, да? Любовь прошла. Фу, ботинь. И вот он нос. Вот, так начинала. Это как бы у нас в типе швицов, да? А это уже, ну, можем так, ну, с небольшой натяжечкой, конечно, так, что... Но, из-за мамаши. Делаем поправку на мамашу. Но папа-то у нас замечательный. И поэтому, про это мы можем сказать, что это чистопородная, да, телочка. Вот, так что, к чему такой длинный разговор-то? Телочку нужно как бы, если вообще нужны нам коровы, то телочку-то уж нужно оставить. Для чего ж мы эту растили, мучились, лечили, покрывали, да? Просто так. Тогда уж в первую очередь у нас вопрос стоит, как бы не очень он и стоит, но, да, потом мы будем думать, а нужна ли нам она? Вот, в первую очередь будем избавляться от нее тогда. Ну, это когда, в первую очередь? Это же не сейчас. Когда родит, а потом пока выкормит, а потом еще что-нибудь, какие-нибудь причины будет. Но, это я уж так. То есть, в первую очередь уже оставить себе, что получше, да? Ну, все, меня там зовут, и козлята зовут. Есть. И козы зовут, а я стою. Беляночка, да? Помните, беляночка наша? Пойди сюда, беляночка. Беляночка, вся беленькая. Беляночка. Сейчас она пока серенькая, ножками, вон, видите, еще ножки беленькие торчат. Ой. А потом будет вот такая же темная. Потому что отец такого цвета выбирали, именно такого. То есть, она прям не почернеет, а он темно-бурый такой, темно-коричневый. Они не черные. Кажется, черная она стоит, да? Нет. Темно-коричневый цвет. Ой, залезала. Так что потом потемнеет, и будет такая же. Пока серенькая, пока серенькая, ножки беленькие. Потом и ножки потемнеет. А к чему? Новые зрители-то, может, не знают. А швитцы, они рождаются светленькими. Светло-серыми спинка, а ноги задние, передние, прям белые, белые, белые. Голова не помню, какая была. Белые тоже или тоже так? Светло-светло-серенькая. Короче, она такая светенькая вся, светло-серая и беленькая такая вся. И люди писали, когда она родилась, назовите Беляночка, назовите Беляночка. Я которым сразу отвечала, ага, Беляночка. Они же потемнеет потом, швитцы. Швитцы окрас меняют обязательно. Так, ну ладно, пойду сначала козлят кормить. Ты уткнулась, хватит разговор разговаривать, да? Поговорила дыну. Хозяйка не принесла ни молока, ни сыворотки, ничего. Поэтому она там уткнулась. Как у волчихи такая шерсткая, мягенькая такая, хорошенькая. Ай, вообще такая классненькая. Эй, такая классненькая, это милка. А? Милка, говорю, да? А, ну все милки. У меня, когда она родилась, тоже хотела ее милу назвать. Потому что как-то у нас, если корова, то она милка. Да, милка? Или тебе сказала милка. Ну и пусть милка, какая разница? Какая разница? Да? Все, пошла. Сейчас к тебе приду. Сейчас, подожди. Сейчас, сначала коз же по очереди. Ты же знаешь? Ты же знаешь? Ой, какой язык. Ой, какой язык у тебя. Наждачный. Наждачный язык, мила. Ой, как же она своим языком аж больно. Пошла. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. А я буду заниматься делами. Все, все на месте. Все, все и все. Пока никого не собираюсь ни продавать, ни резать. Козлы еще маленькие. Кост так уж тем более нет. Коровы тоже все на месте. О, корова.